Доброе утро, это программа «Включайся». Маша, тебе в детстве давали родители карманные деньги? Давали, но очень немного, поэтому я копила, ну там, может, пару тысяч за неделю накоплю, тогда еще были тысячи. В долларах или в дворусских? Тогда были тысячи белорусские рубли. Может, какую-нибудь шоколадочку могла себе купить раз в две недели. Слеза потекла у тебя здесь, я немножко вижу. А вот как правильно выстроить отношения детей с деньгами, обсудим с семейным психологом Галиной Швец. Галина, доброе утро. Доброе утро, Галина. Доброе утро. Когда надо начинать детям давать деньги? Деньги – это очень важная часть нашей жизни, и родители обязательно должны открыто с детьми обсуждать тему денег. И, конечно же, они должны знакомить с деньгами, а также должны давать карманные деньги. С какого возраста? Знакомить детей с деньгами – это примерно с четырех лет, а уже давать карманные деньги – это нужно примерно с пяти-шести лет. И здесь, конечно же, есть правило. Нужно давать небольшую сумму, и важно давать регулярно. То есть, например, еженедельно. Например, в конце недели, в воскресенье вы даете ребенку определенную сумму. Ну, небольшую. Но на день отдаем или на всю неделю? На всю неделю. На всю неделю. И обязательно нужно учить при этом ребенка ввести учет своих денег, учиться ребенка соотносить с ценами, которые в магазине. А при этом ребенок должен понимать, что можно копить, можно что-то собирать. И важно донести до ребенка то, что, например, если какая-то крупная для него покупка, и для того, чтобы, говорится, не исчез вот этот интерес, например, что ты собираешь половину, а половину я, например, тебе даю деньги, и ты покупаешь этот там вещь, там, предмет, игрушку, там, любое. Далее нужно обязательно говорить про то, что есть мошенники, да, про безопасность, там, расчетов. Когда ребенок там за что-то платит, да, он должен обязательно там пересчитывать и, говорится, за этим следить. Также про долги и обязательно, каким путем ребенок может заработать эти деньги, да, получить. В общем, не прячем деньги, прививаем к ним любовь. Почему бы и нет, и не считаем, что дети будут меркантильными из-за этого. Это все нужно, все мы живем в материальном мире, да, к сожалению или к счастью. А когда вы говорите, что с детьми нужно говорить открыто по поводу финансового положения семьи, то что вы имеете в виду? Прямо открыто рассказывать, на что у нас хватает денег, а на что нет? Дело в том, что не нужно пугать, да, о том, что, там, денег нет, денег мало. Потому что очень часто, когда ребенок идет вместе с мамой в магазин и хочет игрушку, а мам говорит, нет денег, нет, а потом ребенок видит то, что деньги, по сути, есть, да, только не на его игрушку, а здесь четко озвучивает то, что, да, у нас, как бы, планы, там, на коммунальные, там, расходы нужно, да, заплатить, потом у нас еще, там, другие расходы. А игрушку мы можем тебе купить, например, в следующем месяце. Или, например, ты можешь сам насобирать деньги. А вот поощрять детей денежками, там, я не знаю, за то, что, там, уборку сделал в комнате, уроки, это хорошая идея, там, за пятерку, пятерка, за десятку, десятка, слушай, какая простая легкая формула. За пятерку минус пятерка тогда должна быть. Дело в том, что детям не нужно платить деньги за учебу, за отметки и за домашние дела. Нужно, в первую очередь, понимать то, что у родителей и детьми не рыночные отношения, а отношения, которые, прежде всего, говорится, основываются на любви, на доверии, да. А когда родители начинают платить ребенку за какие-то домашние дела, за отметки, то получается, что теряется вот эта ценность, да, знаний, учебы, домашних дел. И ребенок будет с каждым разом, да, требовать от родителей. Он что-то сделал, да, заплатите, да, а что мне за это будет? И получается, что уже и учится, и ребенок будет учиться вот ради денег, да. И будет пытаться, да, получить вот эти отметки разными путями. А еще, не дай бог, отличником станет, там вообще семейному бюджету придет проблема. Да, потом бывают дети, там, обманывают, там, пытаются там разными путями, да, чтобы вот эти отметки, да, получить. А здесь, как бы, важно, да, знание учебы, чтобы вот он сам стремился и хотел учиться. То есть поощрять не стоит, а вот что делать в подобной ситуации? Поделюсь историей, которая реально случилась с моим знакомым. Старший брат дал своей младшей сестре свою карточку и сказал, вот можешь тратить не больше 10 рублей в неделю. Она первое время так и делала, потом в какой-то момент поняла, что вообще-то можно тратить и больше, и никто этого не замечает. Спустя какое-то время девочка купила себе очень-очень много конфет на очень большую сумму, а старший брат заметил это только уже спустя пару недель. Спросил, не открыла ли она кондитерский магазин, судя по тем тратам, которые были на карточке. Видимо, открыла, а стоит ли наказывать за это и как реагировать? Дети, конечно же, могут совершать разные ошибки, могут деньги, как говорится, использовать по-разному. И очень часто родители недовольны тем, что я рассчитываю, что он будет правильно, как говорится, их тратить, а ребенок тратит на какую-то ерунду. Понимаешь, что это абсолютно как бы нормально, ребенок учится распоряжаться. Важно доносить, каждый раз рассказывать, на что может потратить, как лучше распорядиться деньгами. То есть таким вот образом. А по поводу подарка на день рождения. Вот многим там с 12, с 15 кому-то лет, многие родственники начинают дарить денюжки в конвертах, с подписью разными и так далее. Это хороший подарок для ребенка или нет? Можно, да, таким образом как бы можно дарить. Особенно вот я вижу, что детям это нравится. Они вот на что-то собирают, да. То есть как бы здесь, конечно, учитываем желание ребенка, но если как бы видим, что без проблем ребенок будет, кажется, счастлив, да, может такой вариант. А также нужно обязательно доносить, какими, говорится, путями ребенок может эти деньги заработать. Но главное, да, доносить то, что ты должен переносить какую-то пользу, да, и ты потом, говорится, благодарность получаешь в виде вот денег. Например, да, вот за обязанности мы не платим ребенку, но просите, например, там старшего сына, чтобы он позанимался английским с младшей там дочерью, да, то есть эта обязанность в него как бы не входит, то есть он не должен это делать. Но так как он занимается, вы можете, говорится, ребенку платить. Но это надо какой-то тариф установить или это как благодарность? Вот ты занимался, я хочу тебя поощрить. Как это лучше сделать? Дети подумают, ничего себе, оказывается, это не нужно делать бесплатно. Сестрой по 7 часов сижу, зайдут, посмотрят, сколько репетитор стоит по-английскому. Все, нет, 200 рублей сзади. Смотрите, здесь сами родители устанавливают правила. Допустим, им комфортно, да, какую-то определенную сумму оплачивать, почему бы и нет? Но мы устанавливаем таксу какую-то, либо как знак благодарности в конце, как чаевые условно это делаем. Как правильно? Можно, да, конкретную сумму. Ну, если, допустим, видим то, что ребенок уже получает какие-то результаты, успехи, то можно еще где-то, да, сверху, чтобы у ребенка была мотивация и желание заниматься лучше, больше, чтобы он прикладывал к этому усилия. Галина, спасибо большое, что поделились с нами сегодня этими советами. Мы напомним, что этим утром об отношениях с деньгами мы говорили с психологом Галиной Швец. Хорошего дня!